Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлии Абрамова. И сегодня мы поговорим о ценах на продукты питания, развитии малого и среднего бизнеса и инвестиционном потенциале Курской области. В нашей студии временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Александр Криволапов. Здравствуйте, Александр Николаевич! Добрый вечер, Юлия Абрамова. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я напоминаю нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, и если у вас есть вопросы, вы можете позвонить к нам в студию и задать их. Сделать это можно по телефону 70 35 15. Также наш эфир транслируется на сайте seymonfo.ru, и вы можете оставлять свои вопросы там. Кроме того, я предлагаю принять участие в интерактивном голосовании, и вопрос, который сегодня мы выносим на обсуждение, звучит следующим образом. Какую заработную плату вы получаете? И два варианта ответов. Только белую и частично в конверте. Голосуйте, нам важно знать ваше мнение. В конце эфира мы подведем итоги интерактива. Александр Николаевич, в июле текущего года была проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Курской области за 2013 год. Расскажите, что можно сказать о предварительных результатах вот этой оценки. Эта оценка уже проводится 5 лет в соответствии с указом президента Российской Федерации 2008 года. Оценка глав муниципальных районов и городских округов ведется по 9 разделам, которые представлены 54 показателями. Но это показатели на группы делятся. Это показатели, связанные с развитием на территории муниципального образования малого бизнеса. Связаны также с показателями, которые характеризуют экономическое развитие, сельское хозяйство. Ряд показателей связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Также характеристики определены по уровню заработной платы в бюджетной сфере, состоянии дел в бюджетной сфере. А также оценивается управляемость на муниципальной территории по методикам социологических опросов. Этот перечень показателей в основном соответствует федеральному закону, известному 131-му, и характеризует деятельность главы муниципального района. По итогам работы за 2013 год и каждый год из пяти, о которых я говорил, не только анализируется по 54 показателя отчетного года, но и то, что происходило точно по таким же показателям три года назад, и какие плановые показатели, опять же, по этим же 54 на предстоящие три года. И по итогам предварительного рассмотрения на экспертной комиссии у нас победителями явились первое место занял Тагашичевский район. Он в последнее время стабильно работает, в прошлом году по итогам работы за 2012 год он тоже занимал первое место. Второе место занял Канышевский район, поднявшись на 10 позиций, был на 12 месте. И третье место – это Рыльский район, который, так сказать, занял третье место, переместившись с 8 по 2012 году. Оценка деятельности глав муниципальных районов – это существенная составляющая оценки деятельности в целом региона, поскольку существует много всевозможных методик и решений правительственного уровня по оценке деятельности главы субъекта, губернатора. И, как известно нашим уже телезрителям, по итогам 2012 года мы занимали шестое место в 20-ке, потом, значит, шестнадцатое в 20-ке, получая существенные гранды. Ну и вот этот 607 указ, о чем вы задавали мне вопрос, как каждый из районов относится, и вообще слово «Испец» не выбросишь, и как каждый район участвует в деятельности и формировании имиджа всего Курского региона. Ну, кроме этого, положением об этом конкурсе предусмотрен грант в размере миллиона рублей, который в соответствии с действующей методикой делится согласно занимаемым местам. Кроме оценки муниципальных районов, также оценивается деятельность городских округов. В конкурсе принимают участие город Курск, Железногорск и Курчатов. Ну, по итогам 2013 года первое место за городом Железногорском, второе место за городом Курском. Два места рассматриваются. Ну, как стимулируют тех, кто впереди? Вы рассказали, а что отстающих? Как-то журят, наказывают? Ну, давайте так вот посмотрим. В любом случае, это, ну, мы смотрим на прошлые периоды развития, новейшие истории, будущие. Вопрос состязательности, он нигде не отменялся. Понимаете, будь то спорт, будь то реальная жизнь, будь то соседи или крестьяне через межу, всегда присутствует момент состязательности и соперничества. И я с уверенностью могу сказать, что уважаемые главы муниципальных районов, мои коллеги, очень ревностно и придирчиво рассматривают ситуацию, где я находился сегодня, вчера, позавчера. И вот эта поступательность, потому что бывают определенные провалы. Я говорил, три года прошедшие, отчетный год и три впереди. Это очень большая ответственность, потому что каждый глава района следит за своей динамикой, поступательностью и впереди, перед ним определенный горизонт, который он планирует достичь. То есть по этой оценке только пряники предусмотрены, да, такие? Ну, вы знаете, мы все-таки живем в цивилизованном обществе, и мы предусматриваем стимулы положительного характера, но отрицательный. В любом случае это авторитет, это имидж, это предстоящие выборы, это позиционирование, это отношение главы региона к руководителям муниципальных образований. Это очень серьезно. Если говорить об инвестиционной привлекательности нашего региона в целом, то можно отметить, что в первом полугодии инвестиции в основной капитал превысили 27 миллиардов рублей. Какая отрасль в экономике Курской области сейчас наиболее привлекательна для инвесторов, и какая работа ведется для повышения инвестиционной привлекательности области? Ну, знаете, та названная сумма, это буквально середина года, обычно год венчает, особенно показатели конкретные уже тех объемов, которые предусматриваются на текущий год, они формируются уже конец ноября, весь декабрь месяц. Но хочу сказать, что цифра прошлого года 70,7 миллиардов рублей, это показатель с ростом к уровню прошлого года, в этом году контрольно-целевой показатель по области, и это установка губернатора Курской области, 74,76 миллиардов рублей, эта цифра очень напряженная, и если говорить о тех приоритетах, приоритетах, где больше всего привлекается инвестиции, но это есть такой показатель, предприятие, которое входит, это предприятие, связанное с выработком электроэнергии, пара, реализации воды и газа. Значит, это более привлекательный сегмент экономики, где больше выкладывается инвестиционных средств. Но если брать за 100%, весь объем прошлого года 77, где-то 21,2% именно в эту отрасль вкладывается. Немножечко на 2% меньше в доле и в объеме это сельское хозяйство, поскольку продолжающиеся в рамках национального проекта программы развития сельского хозяйства, продовольственных рынков, доля поддержки федерального регионального бюджета очень велика, если вспомнить прошлые годы, на год приходилось поддержки всех видов и форм около 4 миллиардов рублей. И здесь, естественно, отзывчивость в наращивании инвестиций в агропромышленном секторе очень велика. Также строительный комплекс у нас дает приличную долю инвестиций, дорожное строительство, жилищное строительство. Но хочу сказать, и сегодня буквально в сюжете до нас, в информационном блоке, был сюжет, связанный с подписанием соглашения между агентством по привлечению инвестиций в город Москва и губернатор Курской области. Дело в том, что сегодня так складывается ситуация, что, как известно нашим уважаемым телезрителям, у нас целый ряд показателей имеет уже довольно-таки напряженные показатели, высокие и в объемном и качественном смысле. И для того, чтобы продолжать наращивать те или иные объемы, будь то инвестиции, будь то производство сельскохозяйственной продукции, машиностроение, энергетика, подходит тот период, когда надо качественно совершенствовать методы управления и взаимодействия с бизнесом. И вот сегодняшнее соглашение призвано решить целый ряд вопросов по упрощению процедур подключения к сетям электрическим, газовым, сократить сроки получения разрешения на строительство. И целый комплекс этот проблем, чему было посвящено подписание соглашения и тех круглых столов, три которые сегодня прошли в стенах замечательного госуниверситета. Это одна из тем, которая способствует привлечению инвестиций и популяризации региона. Кроме этого, у нас действует закон об инвестиционной деятельности. В настоящее время вносится изменение в данный закон, особенно в отношении предприятий, которые будут реализовывать инвестиционные проекты и имеющие желание получить льготу по налогу на имущество. У нас в пределах суммы был 100 миллионов рублей, а сейчас это 50 миллионов рублей. Это относится в основном к предприятиям по АКВЭДу-Де. Это предприятия, которые связаны с переработкой сельскоизвестности, сырья и предприятия машиностроения. Также у нас на сегодня принят закон об инвестиционном фонде. Разрабатывается положение боевого использования. Уже в бюджете текущего года предусмотрена строка для использования. В настоящее время также у нас ведется разработка. Мы приступили к разработке инвестиционной стратегии до 2025 года. Приступили к разработке концепции создания и развития индустриального промышленного парка. Мы на сегодня во взаимодействии с бизнес-сообществом, с экспертной группой, которая на сегодня здесь на постоянной основе работает под покровительством Агентства стратегических инициатив, вырабатываем целый комплекс мер по улучшению взаимодействия с бизнесом, а также мы вскрываем те проблемы, которые реально тормозят. И мы пытаемся находить пути решения проблемных вопросов. Александр Николаевич, последний месяц, пожалуй, самая обсуждаемая тема в России – это указ президента о запрете на ввоз Россию продукции из Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза. Расскажите, в Курской области… Расскажите, в Курской области, в том числе, да, кроме того. В Курской области какие меры принимаются для реализации этого указа? Вы знаете, наверное, случилось так, что появилась уникальная возможность поддерживать потребителями сельхозсырья, нами с вами, гражданами, как бы поддерживать не иностранного производителя, а нашего собственного. Это если посмотреть на ситуацию в Курской области, с точки зрения продовольственной безопасности, и на сегодня уже три года действует указ президента о продовольственной безопасности, так вот, с точки зрения этого момента, у нас Курский регион наиболее стабильный. Конечно, эта проблема будет для крупных городов, мегаполисов, городов-миллионников, что касательно конкретно Курской области. По нашим расчетам, у нас всего лишь 3% продовольствия является импортным. Мы полностью закрываем потребности производства мяса, свинины, говядины, птицы. Посредством больших объемов производства зерна и в номенклатуре продовольственной пшеницы, ржи, крупяных культур, кукурузы, в том числе семян продовольственных, мы полностью обеспечены. Мы также полностью обеспечены продуктами производства молока. Значит, какие проблемы? Вот о 3%. К 3% это относится в основном сыры, ну, довольно-таки деликатесного спектра потребления. В эти 3% попадают деликатесные сорта рыбы норвежские. Ну, там деликатесные продукты, связанные с креветками и так далее, и тому подобное. Ну, это определенные гурманы, которые любят, но это не традиционно, не русская пища. И яблоки, яблоки польские. Если говорить об этой теме, сейчас уже и наши уважаемые куряне, потребители видят в магазине. Я сам часто бываю в магазинах, выходной день за продуктами с супругой. И мы уже видим, что те сорта рыбы, красных сортов, да, они уже имеют другую территорию поставок. И Мурманский регион, и на сегодня Чили, Чили, Аргентина. На сегодня, если говорить о сырах, у нас значительно на сегодня разворачивают производство наши местные производители. Значит, мы, у нас есть соглашение с Белоруссией, это традиционно, как бы, государство, которое представляет большой спектр молочной продукции. Здесь у нас расширение. И с этой точки зрения у нас не существует проблем. Но если говорить по группе фруктов, мы сегодня, наверное, видим в магазинах сербские, азербайджанские персики, да, взамен испанских, греческих. Мы на сегодня крупные торговые сети федерального уровня начинают заключать договора на поставку с других стран Южной Америки. Чили, я тут уже упомянул. Значит, сейчас работа, активно планируется с нами заниматься Турция по целому спектру плодовощной продукции, Китай, Индия. Так что мы на сегодня, с точки зрения замещения 3% потребления импорта, значит, импорта, мы вполне, да, еще хотел сказать, мы до 3000 тонн в осенний период потребляли польских яблок. На сегодня садоводы и обаяния, у них созрел, кстати, дополнительно очень хороший урожай в пределах 11-13 тысяч тонн. И у нас на сегодня уже три субъекта Российской Федерации состоялись по поручению губернатора переговора, встречи с Санкт-Петербург, Мурманская область, Крым. По инициированию, увеличению поставок нашего сырья и продовольствия из пищевых предприятий именно в эти регионы. Так что мы на сегодня и наше бизнес-сообщество, наши крестьяне, наши коллеги, которые определяют тактику и стратегию развития сельского хозяйства, на сегодня полны решимости и желаний приумножить те результаты производственные в аграрном секторе. И это реально, и поддержка федерального бюджета, и Дмитрий Анатольевич Медведев буквально недавно заявил, и есть масса интервью, сообщения в средствах массовой информации, что сельский товаропроизводитель будет по-прежнему поддерживаться всеми видами государственной поддержки. И эти суммы не будут уменьшаться. А это дополнительные резервы, возможности увеличения продовольствия не только для внутреннего производства, но и реализации запретения нашего региона. К нам присоединяются телезрители, у нас на сайте есть вопрос. Виктор Нестеров спрашивает. Я читала в газете, что курские супермаркеты не очень охотно покупают продукцию местных фермеров. Овощи, например, или яблоки. Так ли это, и можно ли как-то на уровне власти повлиять на эту ситуацию? Своё ведь лучше. Действительно ли есть такая ситуация, что супермаркеты не сильно к нашим товаропроизводителям приближены, скажем так? Ну, давайте так скажем. Я постараюсь ответить на вопрос. Дело в том, что у нас торговая сеть, с точки зрения торговых сетей, мы как бы в Российской Федерации по плотности торговых сетей на сотню граждан, областного центра или в целом области, самые избыточные. На сегодня возможность крупных торговых сетей, это крупные торговые сети, им необходимы поставки плановые в достаточно больших объёмах. Если я говорю опять, какой рассматривать вид продукции, о чём это уважаемый телезритель задал? Я вам ответственно могу сказать целый ряд примеров. Что у нас есть целый ряд фермерских хозяйств, которые на сегодня занимаются картофелем. Картофелем занимаются не просто картофель вырастил в пуле, а по заявкам тем же уважаемых компаний Линии Европы, крупных сетевых, они определяют на сегодня сорта картофеля, ранний, средний, поздний. И уважаемые фермеры, к примеру, из Хомутовского района, если они смотрят, меня не могут подтвердить, посредством заёмных средств Россельхозбанка закупили специализированную технику, построили хранилище и поставляют наш отечественный курский картофель в эти уважаемые сети. Это как бы пример. Если на сегодня инициатор данного звонка готов предложить иные, другие варианты, да, мы на сегодня хотим сказать, у нас с темой мы знаем проблему с точки зрения плодовощной продукции. Для создания определённого центра, который мог бы принимать от фермеров целый ряд продукций, формировать партии и поставлять в сети. Ну, скажу вам, вот в рамках губернаторской тысячи был проект молодых учёных СССР по созданию логистического центра, который при поддержке региональных властей будет создавать то, о чём говорил и предлагал, значит, уважаемый телезритель. Так что мой ответ заключается в том, что есть примеры, работа эта, только надо заниматься конкретными вот этими вопросами. А вопрос правильный. Александр Николаевич, опять же, немало говорили о том, что возможен необоснованный рост цен вот в связи вот с этим запретом ввоза, да, зарубежной продукции. И для того, чтобы предотвратить его, создавались в регионах оперативные штабы, в том числе и в Курской области. В Курской области такой оперативный штаб возглавляете вы. Расскажите о первых итогах мониторинга, как обстоит ситуация, нет ли вот такой спекуляции на ситуации? Ну, штаб был создан по поручению Министерства промышленности и торговли. Буквально этот штаб работает с 9-го числа, указ 6-го, штаб работает с 9-го числа. Уже прошло в заседании 3 заседания штаба. На сегодня уровень цен мониторится таким образом районы, города, областной центр по розничным магазинам, по магазинам сетей федеральных, региональных и по магазинам шаховой доступности. Также одновременно мониторится цена сельхозтоваропроизводителей, то есть выращенные свиньи, птицы, продукции земледелия. Второй уровень – это предприятия, которые производят продукцию, уже готовую продукцию. То ли это группа колбасных изделий, то это мясо на определенном ассортименте обвалованное, мясо на кости, мясо без кости и так далее, разных фасовок. Ну, естественно, третий уровень – это розничные сети. Что хочу сказать на сегодня. За прошедшее время, с 9-го числа, ежедневно проводится мониторинг по всем этим трем категориям. И хочу сказать, что значительных изменений продовольственных товаров мониторится 40 наименований. В принципе, нет. Как сказал и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, и мы это тоже констатируем по результатам нашей деятельности, есть небольшие изменения в рамках инфляционных процессов. С начала года это 3, от 3 до 7% по отдельным видам продукции. Если говорить с начала года посмотреть, то есть определенные изменения в пределах роста 20-25% на мясо свинины и на мясо птицы. Остальные – говядина, баранина. Они у нас одни из низких, в семи областных центрах нас окружающих. Центрально-федеральный округа плюс Брянск и Орел. Но хочу сказать, уважаемым телезрителям, что несколько сюжетов уже прошло по местным телеканалам, где было сказано и под запись, камеру говорили наши куряне, что есть существенный рост на отдельные виды продуктов питания. Но хочу сказать, опять сравнить, ранее я говорил, что мы впереди планеты всем по торговым площадям, но еще отдельный момент. Как формируется цена? Это приличные, большие объемы производимого сырья, большие объемы переработки. И это три составляющие конкурентности цены. И мы в этой части, в самой благоприятной конкурентной среде, выиграем для наших курян, имеем лучший результат. Буквально вчера, у меня тут табличка лежит, я хочу привести пример. Например, мы на сегодня из 40 видов продуктов, которые мы мониторим, на вчерашний день, среди Курска, Белгорода, Брянска, Воронежа, Липецка, Орла и Тамбова, у нас из 40 15 самые низкие продукты питания. Потом Тамбов, у них 9 продуктов питания, самые низкие по цене. Хотя могу принести пример. В Брянск 14 видов продукции самых дорогих. У нас ни одного продукта самого дорогого из этих регионов нет. И Орловская область 16 продуктов питания, самые дорогие. И теперь по сюжету, что я упомянул о телевидении, да, есть соблазн. Не было бы поручений по созданию штаба, есть соблазн. И те факты, которые снимал телеканал ТВ-6, это мы установили, выезжали, разбирались в данной ситуации. Это продовольствие, производимое в Белгородской области. Но не буду называть компанию. Производители мяса птицы, которые поставили через несколько посредников и торговали на сельскохозяйственном рынке. Но дело в том, что я говоря о стабильности мяса, о тушке, допустим, птицы, она вот с 9 числа не пристеверпела никаких изменений. Да, есть моменты по суповому набору, значит, бедро курицы. Мы эту тему знаем буквально, вот позавчера состоялся штаб. Мы обратили внимание руководителей отраслей именно агропромышленного комплекса, пищевой привод, что это недопустимо. Но хочу сказать, что при наличии такого большого количества торговых сетей и в условиях рыночных мы должны голосовать покупками. Проехать остановку на общественном трапе по стиле автомобиля, перейти дорогу, сетей у нас много, ему надо голосовать покупками своими. И те, которые на сегодня повышают цену, они поймут. Они войдут в тот ценовой режим, который в целом существует в Курской области. — Александр Николаевич, буквально несколько минут осталось до конца нашего прямого эфира. Давайте подведем итоги интерактивного голосования. Я напомню, наши телезрители отвечали на вопрос, какую заработную плату вы получаете. И вот как распределились результаты. 78% тех, кто принял участие в нашем голосовании опросе, ответили, что получают только белую заработную плату. И лишь 22% частично получают свой заработок в конверте. Расскажите, насколько вообще эта проблема действительно серьезна для Курской области сегодня? Чем рискуют люди, которые соглашаются на серую зарплату? И каким образом идет борьба с таким уклонением от налогов, наверное, в первую очередь? — Вы знаете, я, прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы поблагодарить телезрителей за активность и вообще-то за такой результат. Это говорит о многом. А понимаете, то, что теряют, наши люди знают. Да, они теряют на сегодня в пенсионном потом обеспечении, будут терять по больничному листку. Могут терять даже те, которые много получают в конверте, но любят выезжать. Туристические путешествия тоже будут терять. Но какая проводится работа? Вот те работодатели, которые попали в красное поле, они, наверное, не догадываются, что на сегодня есть система мер воздействовать на этот процесс. А я вот смело хочу заявить в камеру, сказать нашим курянам, землякам, что на сегодня создана специальная комиссия во взаимодействии, которая — это администрация Курской области, трудовая инспекция, все наши фонды, пенсионные, социальное обеспечение, и налоговое ведомство, где ведется координационная работа. И там, где мы видим минимальная заработная плата, это те предприятия в зоне риска, которые на сегодня минималку выплачивают, и мы их прекрасно все знаем наперечет. Значит, ведется системная работа с этими предприятиями, опять вот тут в красной строчке. С начала года трудовой инспекции проведено 30 проверок, штрафы, предписания и так далее и тому подобное. Это по линии трудовой инспекции. По линии у нас сегодня существует трехстороннее соглашение между администрацией Курской области, работодателем и союзом предпринимателей. Еще целая система структур, которая работает на это. Здесь заняты службы судебных приставов, прокуратура, органы милиции и уважаемые налоговое ведомство. И поблажки в этом плане мы никому не будем давать. Это и потери бюджета, в том числе, социальное наше будущее. Спасибо вам большое, Александр Николаевич, что вы пришли к нам в студию и ответили на вопросы. А нашим телезрителям я напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова